Всем привет! Последние новости из зомбоящика. То, что я увидел интересного. А интересного я ни хрена ничего не увидел, поскольку, значит, у нас информационный голод, я так понимаю. Украину, по всей видимости, из Сирии решили немножко там перекрыть. Дали команду, о ней сейчас рассказывать не нужно. Поэтому, значит, растягивает такие темы. Вообще удивительная способность наших властей выдавать желаемое за действительность и выдавать намерение за какие-то трудовые победы. Одно из таких громких заявлений было, значит, Владимира Владимировича Путина о том, что завтраки теперь у нас, у детей, будут бесплатные в школе. Завтраки, обеды, что-то там горячее, что-то там такое. Ну, что-то на слуху такое было, мелькало-мелькало, прям аплодировали, аплодировали. Теперь, значит, ну, это как бы было уже давненько, да? Ну, я думал, ну, сказал Путин, сказал, и все, как бы, к исполнению ни хрена подобного. Оказывается, это было такое, как бы, пожелание. И теперь Совет Федерации рассмотрел предложение президента. Причем Матвиенко говорит о том, что это была наша инициатива, но регионы ее не поддержали. А теперь, после того, как Путин выдал, значит, свое распоряжение, значит, все откозыряли. Мне единственное, что непонятно, а на хрена теперь Совет Федерации все это утверждает? Они это предложили. Путин сказал, надо. Хрен знает, сколько времени прошло, не знаю, там месяц, сколько прошло. И теперь они говорят, мы согласны. Чего мы согласны? Это же ваше предложение. Чего теперь одобрям стоит? Для чего это? Ну, дело даже не в этом. Как бы, структура государства понятна, что это какая-то огромная машина. Она раскачивается всеми своими мехами, всеми этими миллионными чиновниками, пока она все это запустится. Вот сейчас запустилась. Ну, и вы думаете, что сейчас, значит... А разговор, знаете, о чем вообще? На каждого ребенка должно быть минимум одно горячее блюдо. Ну, и показывают, там сидит ребенок и кушает эту толченую картошечку. Ну, то есть, ни о чем разговор, сука, ни о чем. Просто тарелка супа должна быть у ребенка в день. Об этом они рапортуют как о чем-то героическом, понимаете? Ну, и это еще не все. Оказывается, это все будет принято с 1 сентября. И если вы думаете, что с 1 сентября ваших детей будут кормить этой несчастной одной тарелкой горячего супа, хер вы угадали. В каких-то отдельных местах сейчас они, значит, говорят регионам, вы должны все проверить, все проконтролировать, чтобы это все было качественно. Не у каждой школы есть возможность, ну, естественно, обеды готовить. Кто-то с сухарями просто там, особенно в деревнях, там вот коржик, коржик и стакан молока дарят. А, значит, все это надо проверить. И постепенно, поэтапно все это будет вводиться, сука, до 23 года. Вы можете себе представить больше абсурд? До 23 года. Моему вот ребенку, допустим, осталось чуть меньше двух учиться. И то, да, чуть меньше трех учиться осталось лет. И то, если не выбрать после 9 класса. Он не будет, нет, эти супы кушать горячий. Ну так вот, теперь, значит, следующая новость, прям такая героическая. Два ребенка, двух детей смыло, утащило в море, в Черном море. Ну, трагедия, для родителей трагедия. Два ребенка, у нас сотни ежедневно умирают, гибнут сотни. Постоянно, ежедневно, еженедельно. Страна огромная, 140 миллионов. Нет, они нам рассказывают, а сейчас прямую трансляцию по поискам этих детей будет вести наш специальный корреспондент в Сочи. Ну, я, сука, не слушал, конечно, этого дебила, который, они обычно на фоне разбитого самолета, там, показывают детские игрушки, когда авиакатастрофа. Тут вообще не о чем говорить. Совсем. Как они собираются, эти добровольцы, искать по берегу, ходить, гречать в море, в Черное море, смыло двух детей. Как вы собираете добровольцы, сколько-то там сотен добровольцев, они будут заниматься поисками. Поисками чего? А самое главное, прямой репортаж корреспондент будет вести о чем? О каких, сука, поисках? Ну вот, ну, естественно, на фоне информационного голода у нас единственная палочка-выручалочка, это коронавирус. Ну, как бы, коронавирус, но его же нет у нас в стране. Ни одного зарегистрировано случая. Одну китаянку поймали, бедную проверили, оказалась она здоровая. Ну, надо же истерику-то подкидывать, дрова. Народ уже расслабился, уже опять начинает что-то про конституцию спрашивать. А что там у нас вообще происходит с ЖКХ и все прочим, с ценами? Блин, надо что-то подкинуть опять. А что подкидывать? Нету никого. Ну, показали Китай, как они там забивают там в гостиницах кого-то там крест-накрест двери. Показали Европу, где тоже истерит, где тоже ни хрена нету этих заразных. Показывают, значит, как семь человек с конкоргией, с корабля, который две недели стоял на причале, где-то у берегов Японии, в карантине. И там было семь россиян. Вот они, бедные, две недели по каютам парились, хотя у них не было ничего. Ну, карантин двухнедельный обязаны, как бы, обязаны. Они их, значит, выпустили через две недели. Нет коронавируса. Они их выпустили. Вы думаете, они поехали домой? Хер вы угадали. Их везли общим самолетом. По сообщениям же они сами об этом говорят. Их везли общим самолетом вместе со всеми пассажирами. Просто сзади их посадили, надели на них маски. Привезли и упаковали, сука, в какие-то боксы. И теперь, опять же, прямой репортаж, как наши героические корреспонденты ходят вокруг этих боксов и спрашивают, что как. И говорят, вот смотрите, мы сейчас подойдем, и тут охрана сразу подбежит. Вот потому что распоряжение губернатора нельзя ближе там на сколько-то метров подходить. Сука, здоровые люди, которые прошли карантин. Их проверили. Причем они подтверждают, что у нас их тоже проверили. У нас тоже ничего нет. Блин, ну две недели они еще должны просидеть в карантине. И при этом надо их поснимать. И куча корреспондентов разговаривает с этими журналистами, с этими врачами, с этими инфекционными отделениями. О чем, сука, разговаривать? О чем там говорить вообще? Ну нет у нас. Вот то, что с гриппа опять куча людей поумирала в стране. То, что все школы позакрывали во всех городах Урала и Сибири. Вот об этом не надо говорить. С гриппом мы справиться не можем. Мы героически боремся с коронавирусом, которого, к сожалению, нет. Но бабло-то надо выделять. Бабло-то надо куда-то запихивать. Ну вот все. Я, наверное, затянул чуть-чуть. Это были фильтрованные новости от полей реформы о нашем цирке вечном.